Мистер, вы неоднократно отмечали, что главная проблема Шахтера не не игра как таковая, а психологическое состояние игроков. Как игроков настроить после такой победы над Реалом, настроить на игру с Минаем команду, которая находится внизу в турнирной таблице? Психологическая составляющая, это не проблема футбола, это не проблема команды, это проблема мира. Вы прекрасно знаете сейчас, через что мы проходим в данный момент, нестабильность велика. Как мотивируются? Ну мы профессионалы, мы хотим всегда побеждать. И кто хочет всегда побеждать, тот всегда будет мотивирован это делать. Есть только иногда условия такие плохие, 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 что это сложно дается. Но наш приоритет, все знают, это стать чемпионами Украины. Поэтому каждая игра нашего чемпионата, это всегда финал для нас. Вот так мы подходим всегда к каждому матчу. И вот так мы подходим к субботней игре. Против Миная, мы хотим победить. Уважая всегда очень каждого соперника. Мы не смотрим со второго, они дивизиона, там, или уже несколько лет они там были чемпионами, без разницы. Наше уважение всегда есть. Мы очень серьезно относимся к своей работе. Могут нас винить, что иногда мы не так готовы психологически. Могут нас винить, что мы не так хороши физически, что мы уставшие. Могут нам говорить все, что угодно. Но одно нельзя осуждать. Это наша искренность в работе. Мы всегда отдаемся полностью. Мы очень настроены. Иногда, как и все, не получается наилучшим образом. Но это жизнь всех нас. Очень часто люди идут на работу, и все происходит не так хорошо. Футбольные профессионалы точно такие же. Мы все люди. Но мы хотим победить. И мы настроены на это. Вы верите в то, что эта победа над Реалом придаст уверенности команде и зарядит дополнительной какой-то энергии на оставшиеся три матча? Я верю, что мы должны всегда иметь очень большое желание побеждать. И я очень верю, что по ходу того, как у нас все больше и больше игроков и больше времени, чтобы проводить друг с другом, работать друг с другом, все улучшается. Поэтому в этой перспективе я рассматриваю следующие поединки сейчас. Ну, конкретно я смотрю на следующий поединок, потому что я всегда думаю только пошагово. Но думаю, что да, хорошая энергия в поле будет. Но я думаю, что нам также побоится с другой стороны энергичная команда, такая как Минай. Поэтому я думаю, что будет интересная игра, и мы постараемся сделать все, чтобы победить. Наверняка разбирали соперника, какую-то краткую характеристику Минаю. И не могу не спросить по кадрам, какая ситуация с кадрами в команде. Ну, вы прекрасно знаете, что мы всегда рассматриваем команды, с которыми нам предстоит встретиться. Это команды, которые чаще всего создадут нам огромную кучу сложностей, закрывшись в обороне, и потом будут быстро выходить во все возможные контратаки. Думаем, что так и произойдет. Мы привыкли к таким командам в нашем чемпионате. По игрокам. Да, у нас есть некоторые травмы. Ну, Марайс, Корниенко, Исмаили, они травмированы. Также Коноплянка. Вьюник только сейчас присоединился к коллективу. Кривцов также. Кочалава. Кочалава. Тайсон также. Поэтому мы всегда команда с многими павшими воинами. Всегда большие сложности сформировать состав. Но, в любом случае, к сожалению, мы уже привыкли. И все те, которые идут на игру, тем не менее, то всегда идут с большим желанием сделать хорошо. Это нас интересует. Но мы не должны забывать, что у нас два дня назад была игра, и снова опять сейчас играть. У нас сейчас сложнейший календарь игр. Но я думаю, что мы покажем себя хорошо.